Всем привет, это канал Морн Студия. Хочу показать одно приложение, полезное для параноиков, или кому просто не нравится, когда собирают их данные. Да, мне кот помогает. Называется приложение трекер-контроль. Вот. Она умеет отслеживать трекеры рекламные, не только, и их блокировать. Пишет, какие трекеры есть, какие данные собирают и в какую страну они отправляются. Например, возьмем ВК. Тихо. Возьмем ВК, смотрим, кто собирает данные. Facebook, Google, MyTracker, какие-то рекламные трекеры. Хрен знает. Аналитика, без категории, основные. Реклама. Но некоторые приходится разрешать, иначе приложение не запустится. Вот. Я разрешил ВК собирать данные. Их очень тут много. Мэйлу запретил. Обойдутся. И страны, куда они отправляются в Россию и в Америку. Что есть? Тинькофф. Допустим, то же самое. Google, Huawei, Microsoft собирает данные. Ну и всякая хрень рекламная. Яндекс какого-то хрена, да. Тут я все блокирую. Приложение все равно работает. Как ни странно, то же самое. Так, кто еще? Допустим, YouTube. Да, это не совсем YouTube. Для Huawei это, так сказать, ломаная версия. Поэтому здесь Google... А, нет, я не Google. Сторый собирает данные. Пришлось разрешить. Иначе он не включается. Что-то еще. Например, возьмем Касперский. Что он собирает? Facebook, Google, Huawei. Тут я все блокировал. Обойдутся. Посылает почему-то только в Америку. Хотя Касперский, вроде как Российский. А здесь... Ну, то же самое. Amazon, Google. Опять в Америку. Что удивительно. Facebook, который будет запрещен у нас, да, он все равно продолжает собирать данные. Погода вон только Huawei. Из страны в Америку и это я не знаю куда. Ну, так тут не особо некоторые много собираются. Ее можно выключить. Тогда будет все отправляться, все данные. Как данные ищутся? Допустим, возьмем программу, которых еще я не запускал и данных нету. Найдем сейчас какую-нибудь... Давайте посмотрим. Вот Яндекс. У меня госуслуги. Посмотрим, что собирает. Вот он запустить приложение, чтобы найти. Да, использую клиент. До свидания. И посмотрим, что он ищет. Вот сразу появились Google, Huawei, App-метрика какая-то. Яндекс собирает данные. Google собирает. И тоже Россия и Америка. Естественно, можно... Вон, инвестор тоже, допустим. Запустим. Да, тоже Google. Почему-то только Google и все. Как я уже говорил, можно их разрешить некоторые. Можно не разрешать. Обойдутся. Так, приложение абсолютно бесплатное. Никаких там... Этих... Скрытых, так сказать, покупок и все. Как обычно бывает, что купи там премиум, еще там ничего нету. Все бесплатное. Ну, привет, мир собирает. Google и Huawei. Только Россия, да? Ну, и ладно. Можно ограничить, кстати, интернет. Ну, допустим, да или любой хрен. Торщин, Яндекс.Дзен. Можно заблокировать им доступ к интернету полностью. А можно не собирать данные. Он будет отправлять все. Вот все. Яндекс, ВКонтакте, Google. Все это будет отправляться тогда. Не погрузил, видимо. Тут он предупреждает, что... Используй с умом, потому что разработчики на эти трекеры надеются. Типа особенно рекламные. Ну, ничего. Обойдутся. Ну, как бы так. Вот такая вот программка. Google Play и других ее нету. Я дам ссылку ниже. Да, она, кстати, не может блокировать браузера. Если у вас браузер отправляет данные ваши, то ничего тут не поделаешь. Поэтому пользуйтесь браузерами, которые сами имеют встроенные антитрекеры. Ну, вот, пожалуй, и все, да. Всем пока. По каналу Worn Studio. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok